Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. У нас почти две недели лили дожди. Позавчера был чуть ли не ураган. Моя мама на даче унесла даже теплицу. В общем, короче, там просто жесть была у нас позавчера погода. У многих пообрывала провода. В общем, короче, погода была жесть. В общем, всю неделю дожди, дожди, дожди. И вот сегодня первый день, когда у нас солнечная погода. И в связи с тем, что на следующей неделе опять обещают дождевую погоду, я решила второй раз провести обработку своих томатов в теплице против кладоспориоза. Проводила я таким препаратом, как Профит Голд. И сегодня у нас погода ветреная. Завтра, может быть, если ветра не будет, с утра пораньше, я займусь профилактикой томатов против фитофтора в открытом грунте. В том числе также буду против фитофтора обрабатывать картофель, потому что у меня томаты и картофель растут впритык друг к другу. Места другого у меня нету. Посадить по-другому я не могу. Участок не позволяет. Вот получается у нас, вот они помидоры. Через дорожку с тем же идет картофель. Вот. Поэтому буду проводить обработку и томатов, и картофеля. Препарат использовать для обработки против фитофтора буду... Системный препарат это Ревус. Мне он нравится. Он именно идет против фитофтора. Вот. Так как ладоспириозом, как таковое, уличные томаты не болеют. А если болеют, то это очень-очень редко. Вот. Как правило, в основном тепличные проражаются ладоспириозом. А уличные томаты больше склонны поражаться именно фитофторой. Вот так на сегодня выглядят мои томатики. Я подвязала кустики. Растут не по дням, а по часам. Очень мощные. Уже завязались довольно-таки приличное количество плодов. Но спеть по-прежнему они не спешат. Вот это мой один из самых любимых сортов. Он хорошо именно выдаёт крупноплодные, крупные плоды, выдаёт именно в открытом грунте. В этом сорте фактически нет семян. Очень-очень мало. Этот сорт называется бычье сердце абрикосовое. Один из моих любимчиков для открытого грунта. Сажала я его в теплице. Но в теплице порастают небольшие плоды. А также у меня, в связи с тем, что я участвую в конкурсе на самый большой томат сезона 20-24, у меня тут есть два претендента. Но пока не только претенденты. Возможно, будут и другие, которые побольше. Этот сорт называется лидия пауна. Это с условным названием. Вот такой один помидорчик у меня вырос из махрового цветка. Главное, что один помидор, махровый цветок был, и только один цветочек. И другая помидорка, тоже этот же сорт, тоже махровый цветок. Один вот этот цветочек ещё и всё. И здесь дальше бутончики кое-какие есть. Вот они ещё есть, бутончики. Но посмотрим, что они завяжут. Насколько крупные здесь будут ещё плоды. Вообще, этот сорт считается крупноплодным. Так что вот такие у меня заросли, мощные кусты очень. Но что, знаете, я заметила по своим томатам, самое интересное. Вот эти вот кустики, которые менее мощные сами по себе, и сейчас ещё менее мощные, у меня кусты растут вот тут. Вот этот вот, ну, два ряда, получается. Они тоже менее мощные. Они росли у меня, сидели в эти ящики, стояли с этой рассадой, стояли в маленькой теплице. И они как раз попали под заморозок. Вот, когда у нас с 7 на 8 мая был заморозок сильный. В теплице было 0 градусов. А вот эти вот томаты стояли в большой теплице. Там ниже плюс 6 температура не опускалась. И вот посмотрите, какая разница. Вот эти томаты все, они просто мощные. И такие же мощные томаты, только ещё в высоту выше, такие же здоровые у меня в большой теплице. Вот это просто что-то невероятное. В большой теплице у меня творится. Томаты уже достигли многие 2 метров в высоту. Уже достигли крыши. Но прищипывать я их не буду, потому что после прищипывания обычно, как всегда, начинают обильно ещё лезть пасынки. Поэтому тут не знаешь, за что хвататься. То ли прищипнуть, то ли не прищипнуть. Но, что ни говори, несмотря на то, что здесь огромные заросли, здесь томаты завязываются довольно-таки неплохо. Вот, очень обильно цветут. Очень крупные цветочные кисти сами по себе. Будем надеяться, что урожай здесь я получу гораздо больше, чем в том году. И я надеюсь, что в этом году, 3-4 кисть, за счёт того, что мы затенили здесь цеплицу и с потолков, на потолке, вернее, за крыши, и по бокам у нас получилось двойное затенение. За счёт этого я надеюсь, что кисти 3-4 кисти, как в прошлом году, у меня не сгорят. И я получу гораздо больше урожай. А вот маленькой теплице надо затенение было делать больше. Так как... Ой, не могу. Он мне на нервы действовал. Надо было мне его обязательно оторвать. А вот маленькой теплице затенение оказалось слабовато. И плюсом ещё сказался стресс от заморозков. Многие цветочные кисти были сброшены. И до сих пор я эти томаты, которые находятся в теплице, каждую полив... Стараюсь сейчас поливать почаще. Каждый полив я его делаю с подкормкой акварин формула 18-18-18. Сегодня у меня вот закончилась эта пачка. Я вот купила ещё себе этот универсальный акварин. Вот он. Сейчас я вам покажу. Вот он и тут акварин. Вот формула... Формула 18-18-18. Вот он. Нравится мне здесь. Этот акварин мне очень нравится. Здесь ещё, помимо всего, присутствуют все микроэлементы, которые мне нужны... Ну, вернее, нужны растениям для питания. И для плодоношения в том числе. Ну, вот так что томатики я сегодня опрыскала от кладоспориоза. Теперь вот завтра очередь у меня обработать их от фитофтора. Будем надеяться, что не коснётся меня ни кладоспориоз, ни фитофтороз. Чего и вам желаю.